О, всем привет! Я несколько раз просил задать мне вопрос по Notion, но ни у кого нет вопросов, потому что в целом никто ничего не понимает про Notion. И поэтому я буду, постараюсь вам сегодня рассказать максимально подробно базу. Мы полчаса поковыряемся в Notion, и я покажу, как у меня все устроено, и все. И в конце отвечу на вопросы, если они будут. Начинаем. Сегодняшний у нас эфир, прямой эфир по Notion, ключ к успеху в кармане брюк. По сути, Notion это гениальнейшая штука. Я сегодня буду вас убеждать, к сожалению, это не продажный прямой эфир, и мне никто не заплатит за эту рекламу Notion. Но, короче, Notion действительно крутая штука. Она заменила мне, как я уже говорил, Word, она заменила мне Excel, она заменила мне, он заменил мне, что еще? Ну, короче, по сути, у меня сейчас на Mac не стоит ни Word, ничего, где можно писать тексты, потому что я все пишу в Notion. У меня все тематики для постов, у меня вся работа, вся статистика, вся статистика по моему второму проекту, о котором позже, короче, все веду здесь, в одном месте. Это все супер легко синхронизируется между устройствами, это все можно передать, сделать общую ссылку и отправить кому-нибудь. Ну, короче, это все бесплатно. Вы помните, что моя мать еврейка, поэтому тот факт, что это все бесплатно, это, ну, короче, это очень и очень мощный инструмент. Итак, сейчас вы видите на экране Notion, он так выглядит. По сути, это просто доска, куда можно писать, где можно писать тексты, можно ввести таблицы и все на свете. Есть три варианта, как вы можете заменить Notion, но я вам предлагаю остаться все-таки в Notion. Есть классное приложение ClickUp, оно вот у меня вот здесь на экране написано, я думал его прямо вам показывать, но если что, погуглите сами. Короче, ClickUp, классное приложение, я за него даже, был период, когда я за него платил, оно стоило в год тысячи три, по-моему, а может даже больше, что-то в этом духе. По сути, то же самое, просто больше функций, в целом классная штука, но она слишком задизайненная, то есть в Notion мне нравится минимализм, там все супер яркое, все блестит, сверкает, крутится, вертится. Мне это не понравилось, там многие функции недоступны в бесплатной версии, что тоже меня начало подбешивать, потому что в Notion все открыто. Вот, соответственно, я перешел в Notion, ClickUp, можете просто потыкать, если вы любите дизайн, всякие яркие штучки, чтобы анимации были и так далее, может быть вам понравится, мне не сильно зашло. Ну и опять же, ClickUp полностью на английском, как и Notion, но в Notion просто не так много интерфейса, и из-за этого с ним сильно проще работать. Итак, ClickUp на любителя, Trello есть на русском, прикольная штука, давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот, Trello могу показать, я им даже был, было время, я им пользовался, но, возможно, у меня даже сейчас откроют здесь какую-то мою доску древнейшую, а может нет, здесь есть какие-то примеры. Короче, он выглядит вот так вот, то есть в Notion тоже есть такой вид просмотра, когда, типа, таблички, то есть я все это покажу, в Notion можно делать такие же таблички. И, опять же, Trello, у Trello очень плохое, когда я им пользовался, было мобильное приложение, им просто супер неудобно с телефоном, оно полностью было неоптимизировано, не знаю, как сейчас, но на тот момент это было супер неудобно. Сейчас, ну, судя по их сайту, красивенько выглядит, но, опять же, просто то, что есть в Notion, то есть Trello это такой, как бы, по сути, урезанный Notion, потому что в Notion все это есть, есть, опять же, бесплатно и в полном объеме. Поэтому на Trello мы тоже не заглядываемся, но, если что, можете посмотреть, может быть, вам Trello зайдет. Мне просто функционала в какой-то момент не хватило, я и тем, и тем пользовался, то есть, в принципе, все, что я вам сегодня говорю, я этим пользовался. И заметки в телефоне, я чуть-чуть сделал опрос у своих подписчиков, я ведь блогер, я чуть-чуть пообщался с подписчиками, многие, там, видеографы, фотографы, просто какие-то фрилансеры, профессионалы и так далее, они ведут заметки в заметках телефона, это или Google заметки, или заметки айфоновские. Ничего против не имею, но мне там неудобно. Ну, то есть, у меня, допустим, закончилось место на телефоне, и у меня не синхронизируются многие заметки между устройствами, и, как бы, это проблема. Notion, вне зависимости от того, есть у вас память на телефоне или нет, он, как бы, в облаке, там, все синхронизирует. И, в целом, ну, короче, Notion просто классно выглядит, он минималистичный, и кайф в том, что он есть и на Винде, и на Айфоне, и на Маке, где угодно. То есть, у меня, когда я был в России, у меня был комп на Винде, был телефон, ну, Айфон, и был Макбук, и еще Айпад. Это я так нативно попонтовался. Вот, и классно, когда одно приложение между всеми этими устройствами может скакать, перескакивать. И так далее. Итак, поэтому мой выбор это Notion. Здесь все суперкомфортно, суперудобно, суперкрасиво и супербыстро. Это мы поговорили про альтернативы, идем дальше. Куда тыкать, чтобы все получилось? Когда вы его просто скачаете и поставите, у вас здесь вот, здесь есть папки, скажем так. То есть, и в этих папках можно создавать странички. То есть, по сути, как и во многих приложениях с заметками. То есть, даже в Apple заметках там условно есть папки, в которых есть страницы. Итак, давайте предположим, что мы сделаем вот такую тестовую. У вас основные странички хранятся вот здесь. То есть, у меня здесь есть вот IrinVet, это по моим свадебным делам. Суперджамп, это по другим моим делам, о которых я позже расскажу. Здесь есть по образованию, к примеру. То есть, здесь все мои вебинары, обучение и так далее. Я конспекты веду. Вот. Соответственно, когда вы зайдете первый раз в Notion, у вас будет просто вот то, что сейчас вы видите на экране. Здесь сверху можно написать название. Я буду прям очень подробно и очень банальные вещи, возможно, говорить. Но, так или иначе, каких-то конкретных запросов от вас не поступило. Поэтому терпите такое. Возможно, кто-то скажет слишком просто. Но дальше будет интереснее. Итак, пишем здесь тест, к примеру. Тестовая, тест, тестовое, тестовая, что это, папка, пусть будет. Тестовая страничка. Тестовая страничка. Назвали тестовая страничка. Теперь у нас есть два варианта. То есть, если мы просто хотим писать текстики, мы уже, в принципе, можем писать текстики. Но вот на примере того, как у меня выглядит моя страничка, вот возьмем свадебную. То есть, это такая же страница, которую мы только что создали, но более продвинутая. То есть, здесь у меня есть разные. Это с 2019 года у меня все идет. То есть, здесь есть под папки, под странички и так далее. То есть, сейчас покажу, как это все создается. То есть, у меня здесь есть просто какие-то посты, есть базы данных. То есть, я когда только начинал, я выписывал, к примеру, топ видиков, которые мне нравятся, за которыми я следил и смотрел, что они делают. Я вот здесь выписывал условия монтажа со своими монтажерами. Здесь у меня есть кандидаты в монтажеры. Полный список всех, кто когда-либо вообще, к кому я когда-либо обращался. Дальше кандидаты в таргет. Я искал себя таргетологов. Здесь тоже куча списков людей, с которыми мы даже не то, что работали, а просто с которыми я налаживал контакт. Также кандидаты на рекламного ассистента, контент-мейкера и так далее. То есть, у меня даже есть годовой отчет рекламы в ВК за 20-й год. Я им вообще не пользовался. Он, интересно, вообще загрузится или нет. Но здесь, видите, короче, я просто сделал табличку, но я вообще ей не пользовался. То есть, здесь есть, сколько я денег потратил, цена клика. Это все само высчитывалось. Количество кликов, средняя цена клика, заявки, цена заявки. Это все само высчитывалось. Но я забросил это на моменте с Notion. Перейдем дальше. Так вот, соответственно, что я вам предлагаю сделать, когда вот вы сделали свою первую тестовую страничку, не писать сюда сначала все, типа сначала сделать это как база. То есть, к примеру, у меня в этой тестовой страничке будет, к примеру, обучение. Обучение. У меня будет обучение. У меня будет, ну, к примеру, давайте представим, что я... Окей, не будем представлять. Я видеограф. Что мне еще нужно? Мне нужно свадьбы. Свадьбы 2023. Что мне еще, может быть, нужно? Мне нужно... А что еще свадебному видеографу нужно? Ну, давайте еще техника. Допустим, я хочу купить в этом году что-то новенькое. Я пишу себе техника. Вот, у меня появилась... Это пока просто текст. Дальше мы вот здесь на компе... В телефоне, в принципе, то же самое. Вы просто пальцем ткнете, и будет такая же возможность. Вот здесь есть такая штучка. Такие точечки. Нажимаем на эти точечки, здесь есть turn into. С английского в перевод превратить в... То есть мы этот текст можем превратить в... Ну, также в текст. Можем превратить в заголовок, в три вида заголовков. Мы можем превратить его в страничку, что мы сейчас и сделаем. Можем превратить его в список. Можем превратить его в список пронумерованный. Там, условно, в цитату. Можем сделать выпадающий список. Можем сделать несколько колонок. Короче, вы в Notion просто пишите текст. Потом этот текст превращаете в нечто другое. Условно, я вот создал себе обучение. Я нажимаю на эти несколько точек. И нажимаю здесь turn into page. То есть превратить в страничку. По сути, это все, что вам нужно знать. Вот то, что сейчас на экране. Просто один раз переведите себе с английского на русский все, что это значит. Условно, 20 вот этих слов. Запомните их и все. Больше в Notion вам ничего не надо знать. То есть он на английском, но перевода вам больше здесь не понадобится. Соответственно, нажимаем на page. И у нас появляется вот здесь такая штучка. У нас внутри странички, тестовая страничка, появляется страница обучения. Мы на нее кликаем и переходим в нее. То есть у нас получается страничка в страничке. Вот. И здесь уже мы можем, во-первых, делать точно такие же подстраницы. Во-вторых, можем просто начать вести уже непосредственно нашу деятельность. Конспекты писать или так далее. То есть это как бы такая база. То есть, к примеру, я там смотрю какой-то видос. И я конспектирую, что говорит человек. Давайте я на примере покажу. Я надеюсь, что меня никто за это не засудит. Я покажу на примере. У меня есть образование. О, давайте на бесплатном вебинаре покажу. Чтобы этот. Просто если я покажу платный курс. Вряд ли кто-то будет смотреть с этого платного курса. Но, мало ли, проблем не нужно, хоть я и в другой стране. Но так или иначе. Вот. У меня был, по-моему, это был бесплатный вебинар Хлюстовых. Вот. Соответственно, все, что они говорят, я себе записываю. Здесь есть... Опять же, можно сделать там жирный текст, подчеркнутый текст. Это здесь, ну, грубо говоря, выделяете текст, как в Варде когда-то. Выделяете текст и здесь нажимаете там жирный, нежирный, курсивом, некурсивом. Здесь, как бы, все, все вроде как должно быть понятно. Вот. Соответственно, вот у меня есть такая страничка. Я там пишу все, что говорит человек. Дальше здесь можно ставить разделители. К примеру, вот здесь на плюсик нажимаете. Нажимаете на плюсик. И здесь можно добавить... Опять же, создать просто сразу страницу, заголовок. Здесь, если мне нужен разделитель, то я пишу divider. Ну, то есть разделитель. Нажимаю, и он, как бы, появляется. Вот. И, соответственно, здесь можно делать всякие пронумерованные списки. Вот три этапа появления истории. И у меня там первая до, подготовься заранее, потом список с точкой. Это все просто создается. Вот, допустим, здесь есть анкета. Я нажимаю также turn into, так же, как мы делали страницу. Нажимаю здесь toggle list, ну, то есть выпадающий список, к примеру. И у меня здесь будет выпадающий список. Я там пишу подготовить анкету, создать смету, предположим, смету и позвонить. Позвонить. И у меня это все будет вот в этом списке, типа, пропадать, исчезать, если кому-то это нужно. У нас появляется наша тестовая страничка. У нас в этой тестовой страничке уже есть страничка с обучением. И, соответственно, мы здесь уже можем что-то писать. Мы, к примеру, можем здесь, что, мы можем сделать здесь табличку, самую простую. И здесь ввести какие-то базовые записи. То есть, что тут может быть? Количество учеников, к примеру. Количество учеников. Учеников. Стоимость обучения. Дата, к примеру. Просто показываю, как это можно делать. Соответственно, здесь там. Или там имя. Давайте имя. Имя ученика, к примеру. Вот. Игорь. Пишу сюда. Стоимость обучения. 70 тысяч. Дата. 29.01. И, соответственно, вы можете так вести все свои дела. Можете создавать таблички и так далее. Но. Насчет таблицы. Я вам скидывал, кто мне писал в директ. И можете сейчас писать. И вообще подписывайтесь, если вы вдруг еще на меня не подписаны. Мало ли. Подписывайтесь. Так вот. Насчет того, как сделать классную, классную, удобную таблицу для сохранения контактов. Для того, чтобы вести свой бизнес и так далее. Как раз таки вот в чем, можно сказать, ключ успеха. То есть я, к примеру, в голове вообще ничего не держу. Я стараюсь ничего не запоминать. Все должно быть. Все отсюда мы выбрасываем в компьютер. Соответственно, к примеру, вот у меня есть здесь свадьба 2023. Я вам сейчас покажу прям с нуля, как сделать базу клиентов. Я думаю, что большинство именно это интересует. Если нет, потом напишите, что вам еще рассказать. К примеру. Итак, у меня просто есть текст свадьбы 2023. Это просто текст. С ним ничего нельзя делать. Я нажимаю также на вот эти точечки. Нажимаю turn into. То есть превратить в. И выбираю страничку page. Все, как я и говорил. Нажимаем сюда. У нас появляется готовая таблица. Во-первых, кстати, здесь есть уже заготовки. Вы вот можете здесь их выбрать. Но мы пойдем другим путем. Также нажимаем на плюсик. И здесь выбираем не просто таблицу. То есть эта таблица, она нас не устроит. Она недостаточно умная для нашего бизнеса. Она нам не подходит. Кстати, если что-то нужно удалить, также на три точки здесь есть delete. Все. Нам нужна умная таблица, которая будет очень много полезных дел нам делать. Сейчас я ее найду. Она называется, по-моему, давайте... О, давай. Table view она называется. Здесь можно выбрать уже существующее, но существующее мы не будем выбирать. Мы нажмем new database, то есть создать новую датабазу. Нажимаем сюда. И у нас появляется наша как бы умная таблица. То есть уже угадывайте, да? То есть это примерно похоже на то, что я вам скидывал. И мы здесь пишем, к примеру, невесты, невесты 2023, к примеру. Вот. Она сейчас раскрыта не на полную. Здесь есть вот такие вот стрелочки. Можно нажать, и она откроется во весь экран. Это тоже довольно-таки удобно. И на телефоне все точно так же будет. Вот. Соответственно, мы создаем вот эту таблицу. Она уже как бы такая довольно-таки умная. И мы должны создать параметры, которые мы будем учитывать, когда мы будем вести эту таблицу. К примеру, имя. То есть я делаю так, как я уже делаю на протяжении трех лет каждый год. Я один раз делал такую таблицу, потом ее просто копирую, копирую, копирую. Там, ну, скопировал, удалил предыдущие, переписал год и продолжаю вести. Напоминаю, что на YouTube будет большая полная версия этого эфира. Поэтому, если вы только что подписались и не понимаете, что я говорю и про что я говорю и что показываю, в шапке профиля и в предыдущей истории есть ссылка на YouTube. Там будет более подробный разбор Notion. Ну, то есть там то же самое, просто с видом на мой ноутбук. Итак, продолжаем. Создали мы страничку, назвали ее Невеста23. Пишем имя. Первый параметр будет имя. Вот видите, здесь первый параметр. Дальше этот параметр мы можем удалить. Он нам пока не нужен. Нажимаем на плюсик и здесь выбираем, что мы будем использовать. То есть тут тоже надо будет перевести. Извините, да. Знание английского никто не отменял. Итак, нажимаем на плюсик. Он нам предлагает выбрать тот параметр, который мы будем использовать. То есть мы можем выбрать просто текст. Мы можем выбрать номер. Мы можем выбрать что-то из списка. Мы можем выбрать несколько из списка. Мы можем выбрать статус, дату конкретного человека. Но это для платной версии Notion, это нам пока не нужно Мы можем здесь оставить ссылку Email, телефон, формула Это чуть сложнее, это есть как раз В той таблице, которую я вам скидывал Сейчас я ее покажу Соответственно мы просто выбираем, что мы будем сюда вписывать К примеру, в этой условной таблице Мне нужно помимо имени Моих клиентов, заказчиков невест Указать дату, когда они ко мне обратились Вообще советую всегда указывать дату обращения Это для, опять же, для статистики Очень классная вещь Пишем здесь дата обращения Дата обращения Тип дата, все верно Формат, давайте полный формат Чтобы он показывал и год, и день, и месяц Временной формат ставим 24 часа Потому что в России и в странах СНГ 24-часовой формат То есть мы можем здесь выбрать 12-часовой Но он нам не подходит, потому что мы запутаемся Все Соответственно параметр выбран У нас есть теперь имя, дата обращения Что нам нужно дальше Ну, к примеру, мы хотим понять На чем мы остановились В разговоре с клиентом То есть мы сделаем сейчас Параметр select То есть мы сделаем заготовки, которые мы потом Просто будем выбирать То есть выбираем select Так его и назовем На чем остановились На чем остановились Тип select Соответственно теперь Пока оставим, чуть попозже все покажу Это сделали Что нам теперь еще нужно К примеру, нам еще раз нужна дата И уже дата съемки Дата съемки Дата съемки здесь выбираем точно так же Полную дату и 24 часа Дата съемки здесь точно так же выбираем дату И вот у нас уже есть параметр имя Здесь это все можно подкручивать Чтобы это по размеру подходило Мы можем, вот видите, перемещать То есть пальчиками я передвигаю По сути все, типа, как во всех программах То есть я думаю, что это не нужно объяснять Что это все можно передвигать, двигать и так далее То есть имя, дата обращения, дата съемки На чем остановились Цена, давайте цена Это просто будет число Вот видите, я number выбрал Number Number это число в переводе с английского Я с какого? С лет шести учил английский Мне чуть покомфортнее, я понимаю Но постарайтесь, если вам это действительно нужно Пару слов на английском выучить Полезная вещь Итак, номер Пишем цена Выбираем здесь, да, номер И тут есть формат номера То есть мы можем просто оставить номер Можем чуть заморочиться и выбрать, например Где тут, рубли? А есть ли рубли? По идее должны Вот, рубли Вот, и прям выбрать рубли Чтобы у нас, когда мы что-то писали У нас сразу это все писалось, ну, типа, в рублях Тут даже есть именно Чтобы это было показано как число Кстати, когда я делал свою таблицу Этого еще не было То есть я сейчас смотрю, это что-то новенькое То есть здесь есть Именно число как в цифровом формате Есть как линия Чтобы вы могли условно видеть Сколько вам человек заплатил Из основной суммы, я так понимаю Но я, типа, пользуюсь числом Давайте числом и будем продолжать пользоваться Потом, когда будете сами делать Можно будет тоже поэкспериментировать В этом мне и нравится Notion Это как конструктор В котором мы просто собираем Все, что нам нравится Я вам покажу, наверное, еще в конце Парочку своих примеров Как я там что сделал Ну, короче, Notion Это очень классный конструктор-инструмент Читаю комменты Я буду в течение нашего эфира Читать вопросы Влад, Notion на Mac'е в браузере открывается? Как веб или отдельной программой? Смотри, на Mac'е Notion есть как приложуха Просто заходишь на сайт Notion И ее скачиваешь Браузерной версии на Mac, по-моему, нету Я не помню Я всегда пользовался именно приложением Мне так сильно проще Приложение просто стабильнее работает На винде точно была веб-версия Мне кажется, и на Mac'е есть Просто я никогда не пользовался Мне приложением суперудобно Вот Если что, да, вопросы задавайте И в Инсте, и, собственно говоря, в Ютубе я все читаю Вот в Инсте пишут, есть браузерная версия Спасибо Да, продолжаем Итак, у нас уже есть наша первая страничка в Notion Мы уже сделали имя Мы сделали дату обращения Мы сделали дату съемки Мы выбрали, на чем остановились Теперь давайте ее заполним К примеру, как я поступаю То есть мне пишут в Инстаграм Влад, вы невероятный Хотим вас на нашу свадьбу Так, ну, так и бывает И, соответственно, как только мне человек написал У меня есть еще одна табличка Куда я записываю людей, которые меня в итоге не забронировали Но, по сути, можно все здесь вести К примеру, мне написала невеста Сказала, что я невероятен Я сказал ей, спасибо, это вы невероятные Мы начинаем с ней общаться Я тут же записываю ее контакт в эту базу Тут же, моментально Я себя приучил Я всех людей, с которыми я разговариваю Записываю Я вам даже больше скажу Я на всякий случай попросил Свою помощницу, чтобы она Сохранила контакты людей Которые сейчас смотрят этот эфир Вы попали к дьяволу аналитики Вот Итак Мне написала невеста Предположим, ее зовут Катя Я сюда сразу пишу Катя Я забыл еще одну штуку Можно сюда добавить Еще раз нажимаем плюсик Давайте добавим ссылку Ссылка Я сюда буду писать ее ник Я буду писать сюда ее ссылку на ее соцсеть И еще я сделаю просто текстовую штуку Я сюда напишу Контакт О нет, давайте не контакт Давайте я сделаю сюда номер телефона Давайте я сделаю не текст, а номер И сюда запишу название телефон Вот Все, мы сейчас с ума сойдем по этой аналитике Я влюблю вас в свое вот это задротство Итак Нам написала Катя Она мне написала Влад, как же хочется свадьбу Я такой Супер Екатерина, продолжаем В этот момент, пока мы общаемся Я уже сюда вставляю ссылку на ее инсту К примеру Ой, не туда Не туда www.inst.com Это сейчас будет от балды Слэш Бьюти Бьюти К примеру Все, ссылка ее Что-то такое Не пишите мне Можно ли добавить картинки и видео В странички и размер их отображения Можно добавлять картинки и видео Но в бесплатной версии У Notion Облачное хранилище Не бесконечное Картинки точно можно добавлять без проблем Насчет видео Наверное Ссылки можно Вот именно сам видос Вгружать в Notion Он будет как бы ругаться Но ссылки, да, без проблем Тут прям есть Я тоже покажу Если забуду Еще раз продублируйте вопрос Можно прям вставлять ссылки Соответственно Здесь можно прям вообще Компоновать Компоновать То есть я Я даже сценарий Каким-то видосом здесь пишу Я тоже Потом покажу Но вернемся к нашей невесте Итак, Катя Мы записали ее Инстаграм Все у нас есть Дальше Если у нее Телефон в открытом доступе Я его просто сюда Копирую 8-918 Забыл свой русский номер телефона Хотел написать 175 Не помню Ладно Не важно Забыл уже Вот такой пусть будет Все, записали ее номер Если у нее нет Номера в открытом доступе То там как-нибудь В ходе разговора Мы это узнаем Я сейчас не учу Как вы Вытягиваете из людей информацию Просто я говорю Что старайтесь максимально Полную инфу У людей Как бы собирать Далее Дата обращения Пишем сегодняшнюю Это просто полезная Полезная штука Поверьте мне Для статистики И я был на одном форуме ведущих Сказали Что это классно работает С точки зрения Вы когда в следующем году Вы допустим Вы сейчас сидите без заказов И вы можете Если у вас есть такая табличка Вы можете зайти В таблицу прошлого года И посмотреть И понять Что у вас в январе И в прошлом году В принципе не было заказов Поэтому можно не париться Там типа Обычно начинаются Там в феврале условно То есть это как бы Для такого Сама Для самоуверенности Классный параметр То есть все Мы зафиксировали Что она нам сегодня написала Ее зовут Катя Инстаграм Телефон Дата съемки Мы у нее узнали Что это будет 16 мая Главное мне потом Удалить эту Ну эту страничку Чтоб я 16 мая Не вспомнил Что у меня Какая-то свадьба У какой-то Кати Так все Соответственно С датой мы тоже Определились И на чем мы остановились Здесь можно выбрать Несколько вариантов К примеру Можно сделать Здесь в чем В чем удобство Мы сейчас просто пропишем Несколько вариантов И потом просто Их будем выбирать Мы напишем Забронировала Забро Мы напишем Забронировала Думает Думает Что еще Забронировала Думает Отказалась Отказалась Почему нет Забронировала Думает Отказалась Ну в принципе Как будто бы все Можете еще что-то добавить Вообще Ну типа Что угодно И здесь можно теперь в любом, любой контакт, который вы сюда будете добавлять, можно будет выбрать из выпадающего списка уже готовый вариант, то есть это не нужно будет перебивать заранее, то есть это, допустим, забронировала, это отказалась, это там забронировала, забронировала, еще одну создадим, она будет думать. Вот, соответственно, у нас появляется такая уже как бы база. Дальше цена, можно поставить цена, можно здесь написать, например, бронь, к примеру, бронь, и поставим плюсик, и здесь также выберем, к примеру, сумма, остаток, остаток, давайте остаток, остаток, и здесь выберем также рубли. Соответственно, к примеру, вот, она в итоге забронировала, мы пишем бронь у нас условно 10 тысяч рублей, к примеру, и остаток 60, то есть, ну, грубо говоря, там 70 стоимость, сами высчитали, то есть я сейчас не буду показывать, я на примере уже готовым покажу, как это у меня работает, просто сейчас лезть именно в, как это называется, в команды Notion, чтобы именно он сам просчитывал вам стоимость. Кому будет интересно, можете мне в директ написать, я вам подскажу, как это делается, это просто. Просто сейчас не буду тратить на это время, потому что мне кажется, что у многих голова взорвется уже от того, что происходит, поэтому давайте так. Если будет прям четкий запрос, я просто на уже готовом примере покажу, что нужно писать, чтобы все работало. И, возможно, там вам скину этот скрипт, то есть там просто нужно прописать, условно, чтобы он из колонки остаток высчитывал колонку бронь и в колонке там и того вписывал уже просчитанную стоимость. Ну, как в Excel, по сути. Все. По сути у нас создается такая база клиентов, которую просто нужно ввести и тут можно ставить напоминание. К примеру, давайте еще создадим. Выберем опять дату, назовем ее напомнить. Напомнить. Также ставим 24 часа. Все, у нас есть напомнить. Мы здесь выбираем, к примеру, я ей напомню о себе через месяц 29, а, 29 февраля нет, тогда 28. И здесь есть Remind, соответственно, к примеру, за день в 9 утра. Remind это напомнить. И вам Notion, Notion не лучшим образом делает эти напоминалки, но так или иначе уведомление на телефон вы какое-то получите. То есть он прям, это его так, не самая сильная сторона напоминания, но как минимум для себя вы увидите эту штучку. Она, когда просрочится, загорится красным и уведомление в приложении появится. Поэтому это тоже классная штука. Вы можете по своей базе пройтись и такие, о, я там вот это, вот это, вот это и обещал 28 написать. И просто взять и написать. То есть человек, который думает, через пару дней ему написать, что там, типа, что решили. Вот. Вот такая это база. Дальше, опять же, для фрилансеров, для видиков и так далее будет полезно, я думаю, как делать дедлайны, как проставлять дедлайны. То есть как у меня выглядит, как я могу четко наблюдать, что я успеваю, что я не успеваю и так далее. Вот, к примеру, у нас эта свадьба состоялась. Невеста в восторге, супердовольна, вы потрясающую свадьбу отсняли, все круто. Я, извиняюсь, что я на примере свадьбы рассказываю и показываю, но мне это ближе и, судя по подписчикам, в целом больше здесь свадебщиков. У нас есть, вот это готовая база, и у нас есть здесь, обратите внимание, table. Это доска или стол в переводе с английского, но стол сюда не особо подойдет, поэтому будем применять слово доска. Это вид доски, то есть мы у одной и той же нашей базы можем применять разные виды. К примеру, это вид доски, мы можем нажать на плюсик и выбрать здесь, к примеру, календарь. Что мы увидим? Мы увидим, что в виде календарь здесь есть вот эта свадьба, которая показывает нам, что вот 29-го Катя нам написала. Здесь есть разные фильтры, то есть мы можем выбирать, что показывать. Я календарем в ношне не пользуюсь. У меня есть Google календарь, я просто вам показываю, что есть разные виды того, как вы можете взаимодействовать с уже созданной базой. То есть это та же самая база, мы можем во вкладках ее перелистывать, она никуда не исчезнет, не пропадет, просто по-разному на нее смотреть. И в чем кайф? Мы можем здесь сделать вид, он называется таймлайн. Это вот просто, это бомба. И у нас появляется таймлайн, где мы видим... Так, сейчас я еще включу вот такую штучку. Мы в этом таймлайне можем видеть непосредственно ту же самую базу в формате таймлайна, то есть в формате временной линии. Соответственно, мы можем перейти вот сюда, к примеру, и добавить новый параметр. Я его называю deadline. Deadline. И этот параметр у нас будет не текстовый, а точно так же дата. Этот параметр будет с датой. Deadline, дата, также ставим 24 часа. И что нам теперь нужно сделать? Нам нужно на него нажать... А нет, не на него нажать, а вот допустим, выбираем дату. То есть все, у нас с невестой мы договорились, что у нее свадьба, она нас забронировала, все круто. Вот мы, как я делаю. То есть я скидываю материал с камеры в ноут, на жесткий диск и так далее. И вот как скинул, пишу про deadline. То есть я сюда вбиваю. Предположим, мы записали, что у нас свадьба была 16 июня. Мы здесь выбираем 16 июня. Вот. И здесь ставим end date. То есть дата окончания. То есть сейчас я проставляю вот этот промежуток времени, в который я буду монтажить свадьбу. Но у нас сегодня такой круг лиц, их немного. Я вообще думал сделать целый пост про это, про то, как по-настоящему проходит монтаж. Я надеюсь, сейчас невесты, которые ждут свадьбы, не смотрят. Но по сути, вот этот период как бы дедлайна, несколько месячный, там не прям все время вот этого дедлайна мы делаем вашу свадьбу. Но так или иначе. Ставим 16 июня у нас начало нашего дедлайна, потому что это дата свадьбы. И пишем сюда end date. И выбираем, ну у меня 4 месяца, к примеру, монтаж. Соответственно, мы выбираем июнь 6 месяц, нам нужно 6 плюс 4, 10. То есть, это что, октябрь. То есть, нам нужно выставить здесь 16 октября. 16 октября мы выставляем. Все, готово. И у нас получается дедлайн с 16 июня по 16 октября нам нужно сделать нашу работу. Мы переходим во вкладку timeline. Здесь вот, в этом углу, где месяц, нужно выбрать месяц, потому что если вы выберете год, на фоне года это значение будет просто слишком маленьким. Вот. По сути, все. Выбираем здесь месяц и нам будет показан этот, как называется-то, timeline на месяц. Что вам нужно сделать, когда вы сделаете свою дата базу, когда вы сделаете свой timeline, вот здесь, где показывать сколько. Нужно показывать или неделю, или месяц, в зависимости от того, какой длины у вас timeline. Потому что, условно, если у вас не timeline, а этот, deadline, если у вас deadline 4 дня и вы выставите просмотр на год, то он будет слишком маленький, вы его не заметите. Все. С этим разобрались. Соответственно, у нас есть вот датабаза такого вида. Мы можем выбрать здесь вид timeline. Причем, вам нужно это просто настроить один раз, и все будет работать. Вы потом сможете каждый год это копировать, и, по сути, все. То есть, у меня также в моей уже, то, что вот на 22-й год, к примеру, у меня в этом же timeline были указаны еще цены, которые я плачу монтажерам. У меня было здесь дополнительно видно именно дедлайны моих монтажеров. То есть, я мог следить еще за этим. То есть, в целом, просто один раз разобраться, и это будет суперудобно. Что вам нужно здесь знать, давайте закрепим. Когда у нас появляется вот вид timeline, нам вот здесь нужно поставить месяц или любой удобный вам период. И вот здесь вот в timeline здесь есть Edit View, и здесь есть Properties. Надеюсь, что понятно. Давайте еще раз. Timeline, здесь Edit View, то есть его настройка этого вида. Здесь есть Properties, это как раз таки вот Properties, это все, что мы используем. То есть, имя, дата и так далее. И мы здесь выбираем просто то, что у нас будет показываться. Сейчас у нас здесь показывается только deadline. Соответственно, если мы, к примеру, выставим сюда еще показываться цену, остаток, то здесь вам еще будет писаться, сколько вам должны денег. Тоже, в принципе, удобно. И также можно здесь включить телефон. Ну, просто в формате timeline это ненужная информация. Соответственно, я здесь ее убираю и оставляю здесь только deadline. Слушай, а в отдельной странице можно, например, посчитать суммы заказов из базы данных? Можно суммы, кстати, хороший вопрос. Да, ввести сумму можно. Это сделать сильно проще, чем на timeline, к примеру. Давайте я сейчас покажу вам. Вот у нас есть остаток. Давайте даже не остаток, давайте сделаем еще один параметр. Итоговая сумма. Итоговая сумма. Сколько вы заработали условно с этого мероприятия, со своего бизнеса и так далее. Здесь номер, здесь также ставим рубли. Рубли как раз таки важно ставить, потому что, когда мы сейчас настроим суммирование, он будет просчитывать, и это будет классно все выглядеть и классно работать. Итоговая сумма. Предположим, 70 тысяч сюда пишем. Вот, за эту съемку вам дали 70 тысяч, за эту 45 тысяч, за эту 100, за эту 12. Вы там плохо потрудились, к примеру. И за эту 84 500. Вы здесь решили, как в Эльдорадосе, делать скидку. Соответственно, здесь есть внизу, вот под каждой из этих колонок, здесь есть calculate, то есть посчитать. И мы здесь можем выбрать, что мы можем посчитать. К примеру, сумма. И, соответственно, если мы напишем сумму, то он будет суммировать все эти числа и выдаст вам итоговый результат в рублях. Соответственно, у вас будет 311 500 условно. То есть, опять же, покажу на примере своей базы, потому что там как раз таки у меня уже автопросчет стоит. Сейчас я найду. Так, сюда. Так, так, так. 23 год. Вот, к примеру, возвращаемся в вид вот этого, вид доски. К примеру, у нас есть вот эта Настя, контакты, ее номер, дата обращения, все это есть. Дата съемки, город, на чем остановились, какой фильм она в итоге выбрала, ну, типа короткий, длинный и так далее. То есть, я это тоже указываю. У меня эта дата, ну, короче, эту базу я сделал еще в то время, когда я очень разные снимал фильмы. Мне было удобно указывать здесь вообще все на свете. То есть, также у меня здесь есть, делаем ли мы им какой-то досьем, делаем ли мы им love story, делаем ли им какой-то промо к свадьбе. То есть, это все тоже можно вот здесь вот, допустим, галочками проставлять и потом видеть, кому я там что пообещал и что должен. Это тоже удобно, чтобы не хранить. Итак, в чем кайф той таблицы, которую я вам скинул? Здесь уже стоит автопросчет, который вам высчитывает в итоге вашу цену. Итак, к примеру, цена у меня была, я сюда пишу, по-моему, без, я не пишу сюда предоплаты, я пишу итоговую цену сразу. К примеру, мне за съемку заплатили 70 тысяч. Вот, у меня, видите, чистый заработок, он сразу пишет 70 тысяч. Но, у меня был гонорар второму видеографу, допустим, 10. Я платил меньше. Саша, извини. Допустим, сюда пишем 10. Соответственно, видите, он здесь уже высчитывает и получается 60. И, допустим, монтажер, ему я заплатил 10. Соответственно, 50. И он вам высчитывает итоговую сумму. По итогу вы заработали 50 тысяч при учете всех вычетов. Я в гонорар также фиксировал еще там оплату водителей. И все на свете. То есть можно много таких колонок сделать. По сути, чистый заработок вот этой колонки. Эта колонка, которая называется формула. Эта штука работает в таблице. Мы делаем формулу. Вы можете сами погуглить, как делать формулу в Notion. Точно так же, как делать их в Excel. Если вы умеете делать это в Excel, здесь просто другой интерфейс. Логика та же. Соответственно, вот, можно сделать сумму. То есть эта сумма уже будет вам просчитывать ваш итоговый чистый заработок по итогу года. И это все будет писать. Это такая, как бы, такая внутренняя ваша домашняя бухгалтерия, которой можно пользоваться. Есть ли синхронизация с каким-нибудь приложением, к примеру, с читалкой или с приложением для финансов? Слушай, я настолько глубоко сюда не копался, но есть. Я тебе сейчас покажу. Сейчас давайте откроем опять наш тестовый, тестовую страничку. Давайте создадим еще одну страницу. Назовем ее «Всякая всячина». Всякая всячина. Также делаем ее из текста в страницу. Нажимаем на нее, заходим туда. К примеру, я хочу добавить картинку. Надеюсь, у меня там приличные картинки. Где здесь? Можно просто перетаскивать. Можно выбрать имидж. И сюда «Аплоат» и выбрать. Давайте с десктопа у меня там есть какие-то, что у меня там есть. О, вот этот котик. Давайте его сюда загрузим. Все, видите, картинка загрузилась. Ее можно уменьшить. Собственно, картинки можно добавлять. По поводу вопроса с интеграцией с разными сервисами. Опять же, нажимаем на «плюсик». Идем вниз и ищем здесь, к примеру, видите, здесь даже есть... Тут, кстати, много добавилось. Я давненько сюда не заходил. Тут много всего. Давайте по порядку. Здесь есть с Google Диском интеграция. То есть вы какой-то файл из Google Диска сюда можете добавить. А также из «Фигмы». К примеру, из «Мира», что тоже примерно рядом по тематике с этим приложением. Можно просто загружать PDF-ки. Но PDF-ки обычно много весят. Он вам их запретит, скорее всего, в бесплатной версии сюда добавлять. Также есть, что здесь, Trello. То есть если вы пользуетесь Trello и хотите перейти в Notion, у вас, допустим, в Trello есть что-то полезное. Вы можете сюда интегрировать Trello, и он будет вот в этой доске у вас как бы виден. Также там OneDrive, Dropbox, даже Zoom. Никогда не пробовал добавлять сюда Zoom. Не знаю, что будет, но можно. Даже ClickUp, о котором я в самом начале говорил, сюда тоже можно интегрировать. Соответственно, как бы, я говорю, это очень мощный конструктор, в котором есть очень много всяких инструментов, просто с которыми можно один раз разобраться и пользоваться только тем, что вам нужно. То есть я, допустим, сюда вообще никогда не заходил. Поэтому не знаю. Но, к примеру, если вам нужно вставить ссылку, здесь есть... Где эта штучка? Вот, кстати, есть «Вставить аудио», «Видео». Вот, допустим, веб-букмарк. То есть это, скорее всего, сайт. Давайте я свой возьму. Я его как раз сегодня перед эфиром чуть обновил. Давайте я его просто скопирую. К примеру, я хочу, чтобы у меня в Notion был видно сайт. Я сюда его добавляю. Вот. И у меня как бы будет в Notion ссылка на мой сайт, и он в браузере откроется. Если вам вдруг тоже это нужно, можно сделать. То есть, по сути, в Notion можно... Ну, прям сайт вы свой не сделаете в Notion, но, грубо говоря, какую-то легкую презентацию, такую, которую можно скинуть друзьям или там заказчикам, можно, в принципе, быстренько сверстать. Также здесь есть в самом верху «Share», то есть «Поделиться». Вы можете сюда нажать. Тут есть «Share to Web», то есть «Поделиться с интернетом». Нажать сюда на вот эту штучку. И здесь просто «Copy Web Link». Дальше вам ничего не нужно. Просто «Copy Web Link», копируете и вставляете... Ой, не туда нажал. Ой, не то, не то. Хочет денег с меня. Нажимаете «Copy» и отправляете друзьям, и у вас друзья увидят эту страничку. И совместное редактирование в платной версии, возможно, тут они просто смогут видеть эту страничку, вы сможете ее кидать там кому надо. Я сейчас еще почитаю комменты. Так. В YouTube твой кружок закрывает экран. Это понятно. Есть ли синхронизация с какими-то приложениями? Это понятно. Как будто бы я на все ответил. Спасибо вам большое. Мы еще не расходимся. Я чуть-чуть еще расскажу о себе. Здесь как раз... Все поприсоединялись сейчас. Хотя уже как бы... Час прошел, ребята. Вы уже все пропустили. Вот, к примеру, опять же говоря про Notion. Здесь есть прямые эфиры. Вот, к примеру, план этого эфира. Все по папкам, все супер структурировано. К примеру, опять же, заходя... Что у меня есть? А, ну вот Кулешов. Здесь есть сценарий клипа Мистер Предоплата. Мы его сделали... Я, кстати, не помню. Возможно, это даже не я делал, а я дал... Ну, помощнику Кулешова. Но не суть. Кулешов — это ведущий, которому мы делали в прошлом или позапрошлом году клип Мистер Предоплата. Напишите в инсте Кулешов, посмотрите, он прикольный. Вот, короче, здесь раскадровка этого клипа по локациям, по людям, по организаторам. Ну, типа, кто там будет чем заведовать, что происходит, текст, песни. Вот. Настолько я давно в Notion. То есть это 21-й, по-моему, год. Или 22-й, не помню. Вот, короче, даже такие вещи можно делать в Notion. Истории таблицы, что такое. А, у меня даже был контент-план, видите, на какие-то истории, которые я буду публиковать. Но я сейчас от балды делаю истории. И мне кажется, так живее. И, по крайней мере, мне многие пишут, что истории классные. Спасибо большое. Вот. Ладно, я затянулся разговором. На самом деле, уже надо переходить к себе. У меня даже есть личное, но я не буду показывать. Если вопросов нет, чуть-чуть расскажу вообще, чем я сейчас занимаюсь и что происходит вообще в моей жизни. Опять же, если будут какие-то вопросы еще по Notion, то тоже можете задавать. Спасибо за полезный эфир. Спасибо Жене. Женя не подкупленный человек, но мы с ним знакомы. Поэтому можно считать, что он специально это пишет, чтобы мне было чуть приятнее. Но делайте точно так же. Спасибо большое. Я, правда, надеюсь, был полезен. Надеюсь, что чуть-чуть попроще вам стало работать с Notion. Программа действительно классная. Потратьте, там, час своего времени, чтобы разобраться. Или посмотрите мою запись, или найдите что-то в интернете. Но в интернете обычно все про Notion на английском языке. Поэтому здесь как бы или учите английский, или идите ко мне. Не зря я все-таки 4 года потратил на то, чтобы у меня был красный диплом по английскому языку. Вот. Надеюсь, был полезен. Notion классная штука. Обязательно попробуйте. Дата базу свою я скину. Напишите мне в директ, нужен Notion. Я вам скину свою базу клиентов, которую вы потом сможете продублировать себе и использовать. И в целом, если что, пишите. Я всегда открыт для разговоров. В Армении не так много с кем можно пообщаться. Поэтому я думаю, что я почаще буду выходить в прямые эфиры. И в тему прямых эфиров расскажу, что у меня сейчас вообще происходит, чем я сейчас занимаюсь. Часть подписчиков уже в курсе, потому что я это делаю пока по такому партизанскому методу. Но буду больше транслировать свою новую занятость в этом непосредственно в инсте. Спасибо за эфир. Теперь осталось все это опробовать. Спасибо большое, Оля. Насчет того, что у меня сейчас происходит в жизни. Я в Ереване, вы это знаете. Планирую ли я возвращаться, честно говоря, не сильно хочется. И здесь дело не в том, что... События, не события. Просто в Ереване очень классно. Мне очень комфортно, здесь очень дружелюбно. Здесь потрясающие люди, потрясающий красивый город. Короче, мне здесь прям нравится. Сейчас будет переделываться многое в инсте, потому что шапку профиля, вы уже заметили, она чуть-чуть другая. То есть я там поставил блогер-коуч-видеограф. Коуч – это как раз то, что я сейчас в себе развиваю и что уже на меня работает. Я сейчас позиционирую себя как блогер-коуч-видеограф. Блогер, вы заметили уже, то, что я очень часто выхожу в эфир, делаю истории. Очень часто это не контентные истории, потому что я понял, что большинство подписчиков, которые меня смотрят, ну как бы им все равно на те свадьбы. Ну как бы не такой большой процент людей, которые вас смотрят, забронируют у вас свадьбу. Поэтому надо что-то придумывать, кроме того, что я вот здесь был, вот здесь пофоткал, а вот здесь я с невестой стою. То есть я долго думал, что показывать. В итоге переехал, появилось много контента. И в целом просто типа я проснулся, я сходил, я поел, я приготовил сырников. Это то, что я делаю. И то, что приносит, в принципе, хорошие охваты. И это работает. То есть и мне нравится, что я стал человеком, за которым интересно смотреть не просто с точки зрения там типа выложил свадебный фильм раз в месяц. Мы его все посмотрели, порадовались и все. И я хочу прийти к этому. То есть я хочу набрать подписчиков. Экологично и правильно не ботов, а вот действительно людей, которым будет интересно за мной смотреть. Соответственно, буду больше в эту сторону идти. Видеограф все остается. Я в Ереване снимаю свадьбы. Налаживаю здесь контакты потихоньку. Здесь есть организаторы, которые приехали из России. Соответственно, есть возможность здесь тоже развиваться. Понятное дело, на новом месте, в новой стране это будет сделать непросто. Но вы же в меня видите, а это самое главное. И коуч, это то, что я сейчас вот только-только начал. Ну, не только-только начал. Я начал этим заниматься полгода назад. Просто сейчас я дорос до того, чтобы об этом рассказывать. И я буду транслировать больше в инсте каких-то полезных штук. То есть, по сути, я коуч не в плане того, что я научу монтажить, я научу снимать и так далее. Я как раз-таки про состояние. То есть мне многие начали говорить, что я очень лучезарный. И там типа сияю, и солнечно улыбаюсь. Но это большая работа над собой, которую я проделал. То есть много чего было сделано с вот этим лицом. Я сейчас даже не про то, что я там похудел и так далее. То есть много всего было сделано. И по сути, вот сейчас я прихожу к тому, что я буду учить людей заниматься самообразованием, личностным ростом. Помогать людям избавиться от каких-то стрессов, затыков. Потому что во многом... Даже вот мой пример. Я в прошлом году дважды поднимал ценник. В начале и в конце года. Потому что имел наглость это сделать. И вот эту наглость я через специальную методику... То есть я работаю в онлайн-школе. Это международная онлайн-школа. Эту методику не я изобрел, не я придумал. Это, наверное, даже хорошо. Потому что, зная меня, я бы изобрел что-то похуже. Вот, есть 10-дневная классная методика, которая действительно помогает людям. У меня 6 февраля стартует второй поток. В январе стартанул первый поток. Я просто вижу, как люди меняются за эти 10 дней. И это действительно круто. То есть это не какая-то магия. Это не волшебство. Это не... Это слово, наверное, нельзя произносить в Инстаграме. Но это не вещества. Короче, это просто 10 практических инструментов, которые... 8 практических инструментов за 10 дней. Которые помогают людям чувствовать себя сильно лучше. И я тому примеру. Потому что я в целом человек депрессии. То есть я очень долго был именно депрессивным. Сейчас я полностью могу сказать, что я оптимист. И там... Я раньше приходил со съемок. У меня спрашивали, как съемки. У меня спрашивали, как съемки. Я говорил, так себе, на монтаже пойму. Сейчас я прихожу со съемок. Я говорю, все круто. Потому что действительно я знаю, я ощущаю, что на съемках все здорово. Вот. Короче, сейчас буду вот это транслировать. Я надеюсь, что вы от меня из-за этого не отпишетесь. Потому что свадебный контент будет, но его будет чуть поменьше. Его и так немного было. Потому что у видеографов в целом не каждую свадьбу хочется выкладывать. По тем или иным причинам. Соответственно, просто аккаунт простаивает от свадьбы к свадьбе. У меня как раз есть возможность показывать свадьбу. Показывать себя как личность. И вот показывать там условно кейсы учеников. Показывать какой-то свой путь. Ну, я не сильно люблю пути показывать. Потому что это уже какая-то слишком... Не то, что банальная вещь. Но сейчас весь Инстаграм забит тем, как люди показывают, как они дошли до своего успеха. Это немного... Ну, короче, приелось. Я буду другими инструментами пользоваться. Но так или иначе, в Инсте будет много полезного. В Инсте будет много классного контента от меня. Будут свадьбы. Короче, будет здорово. Я сейчас буду больше помогать людям. И через помощь людям еще, кстати, зарабатывать деньги. Это не бесплатно. Но это действительно крутой проект, в который я верю. В который я вкладываю сейчас много своих сил. Опять же, говоря про команду, про монтажеров. Есть возможность, не ухудшая там свои свадьбы. Ну, короче, без вреда к свадьбам готовиться еще к новому проекту. Потому что я расчистил много времени. Как раз-таки этот курс еще помогает... То, чем я сейчас буду заниматься. Он помогает расчистить время. Избавиться от всего лишнего. И прийти к тем результатам, которых ты достойный, которых ты хочешь. Вот и все. По сути, как-то так. Я все пытаюсь прописать, кстати, в Notion. Прописать сценарий небольшого видосика. Где я просто расскажу... Ну, примерно вот в таком формате общения. Но более сжато, чтобы это не растягивалось на полчаса. Расскажу, кто и чем я буду заниматься. Поэтому буду рад, если вы меня в этом всем поддержите. Также я иногда пишу своим подписчикам и им предлагаю войти в мой курс. Многие соглашаются и потом довольны. Поэтому не удивляйтесь, если я кому-то буду писать. В общем, живу так. Блогер, коуч, видеограф. Когда-то начинал просто делать презентации в педагогическом университете. Сейчас в Ереване. Снимаю свадьбу и работаю в онлайне. Как-то так. Наверное, у меня все. Я что хотел, дайте еще почитаю комменты. На российские свадьбы тебе советовать? На дорогие, да. Слушай, я не знаю. Если все будет в порядке. Я просто вообще не... Как раз таки еще, чем мне нравится то, что я сейчас занимаюсь. Я вообще не в поле событий. И это такой кайф не следить за новостями. Особенно в наше время. То есть я вообще не в поле. То есть я и когда в России был, я не следил. И сейчас тем более не слежу, потому что зачем. Вот. И, соответственно, я ничего не знаю. Как бы если не будет никаких проблем с границами и так далее, то я думаю, что на какие-то не... Знаешь, ну, грубо говоря, не на минимальные пакеты можно советовать. Особенно если за трансфер доплатят. Это вообще шоколад. Поэтому если все будет хорошо, конечно же, я с удовольствием буду туда-сюда гонять. Тем более еще кайф жизни в большом городе, особенно в столице, есть аэропорт, откуда можно добраться вообще до любого города, по сути. Там тоже в каких-то мечтах, планах выйти там на Европу, к примеру, почему нет. Ну и, соответственно, если в России будут звать в разные города, тоже можно гонять. Потому что есть аэропорт. То есть там, ну, условно мне до Краснодара лететь час. И я вот сегодня в истории выкладывал цены на билеты. То есть сегодня долететь до... Ну, до минеральных вод. Не до Краснодара, до минеральных вод стоит 2000 рублей. Ну, типа, как бы если на границе не будет никаких проблем и разговоров, то вообще кайф. У меня еще дело в том, что у меня нет заграна. Потому что я... Ну, то есть я решился на переезд дня за два. Я не сильно планировал. Вот, то есть я даже там пришлось от одной классной съемки отказаться. Мне очень стыдно. Тут вроде нет людей с этой съемки. Но мне, знаете, стыдно за то, что мне пришлось отказаться. Вот, соответственно, у меня нет заграна. Поэтому я в Армении жду загран. И дальше будем, типа, смотреть, развиваться. Следите за тем, что здесь будет происходить. Потому что много чего нового будет происходить. Если вам вдруг интересно... Тут не так много людей осталось. Но, грубо говоря, если вам интересно узнать, чем я сейчас занимаюсь. Можете мне в директ написать, спросить. Я вам подробно расскажу. Потому что это классная штука. Это действительно помогает. Это супер. Это не какая-то мотивация в духе. Иди и делай. Иди и делай. Ты, красавчик, иди и делай. То есть есть действительно практические упражнения, которые... Тут, кстати, есть люди, которые проходили у меня это обучение. Короче, это классная штука. Я знаю, что это классная штука. Которая помогает очень сильно людям, которые... Даже не то, чтобы там в какой-то стрессе и депрессии. Просто прийти к тем целям, которых ты хочешь. Вот. Не смею больше задерживать вас. Спасибо большое за то, что были со мной этот час. Даже полтора часа. Я планировал в 30 минут уложиться. Следующие эфиры я буду делать с людьми. Уже без ютуба. В формате инстаграма. Хочу пообщаться с кем-нибудь интересными персонажами. Если вы подскажете, с кем было бы интересно... Спасибо. Если вы подскажете, с кем интересно было бы пообщаться, договориться. Буду, в общем, долбить блогеров чуть побольше, чем я. Будем выходить в прямой эфир. Я как раз в прямых эфирах буду подробнее рассказывать о том, чем я сейчас занимаюсь. Буду иногда стараться нативно продать вам идею своего обучения. Но вы меня знаете, я в этом плане очень аккуратен. То есть я не выбрасываю просто покупаю, покупаю, покупаю. То есть я думаю, что никого я этим раздражать не буду. В любом случае вы всегда можете отписаться. Но знайте, что вы есть в таблице. И те люди, которые пишутся, я буду помнить все ваши контакты у меня записаны. Все. Спасибо большое. Эфир сохраню. Эфир загружу. Ну, все, сердечки вам. Чао, хорошего дня. Спасибо, что провели это воскресенье со мной. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok